В этом видео вы увидите прохождение миссии в Дартмуре с выполнением как минимум десяти испытаний, связанных с основным сюжетным заданием. Для этого нам не понадобится никакой дополнительной генировки. Я беру всего лишь отмычку. Начинаем мы с главной дороги. И пока охрана разбирается с частным детективом, мы перелезаем через забор. И сейчас мы направляемся в дом к открытому окну рядом с кабинетом Дворецкого. Здесь можно быстро пробежать, но я подстраховалась и жду, пока охранник развернется ко мне спиной. Мы направляемся к окну. Справа кабинет Дворецкого, но нам нужно сначала раздобыть маскировку прислуги. Мы открываем дверь и бросаем монетку, чтобы ее можно было услышать. А сами прячемся. Здесь важно, чтобы дверь была закрыта и мы душим. Берем маскировку прислуги. А тело прячем в шкаф, который находится рядышком. Теперь нам нужно дождаться, пока детектив войдет в дом и привлечь его внимание. Нам выходить туда нельзя, потому что Дворецкий нас может компроментировать. Вот детектив заходит. И нам нужно выйти, чтобы он нас заметил и пошел за нами. Нам нужна его маскировка. А тут как раз мы его и душим. Переодеваемся и в шкафу есть еще одно место. А теперь мы идем встречать Алексу. А теперь мы идем встречать Алексу. Вот как раз она подходит. И просит нас расследовать смерть ее брата. И Дворецкий сейчас нас проводит в комнату ее. брата Захарии, чтобы мы осмотрели комнату и нашли улики. Вообще в этом прохождении очень важно найти именно все улики. Но мы начинаем с комнаты Захарии. В этой комнате мы должны найти шесть улик. Сначала с помощью камеры осмотреть тело, бутылку со спиртным. Осмотреть компьютер. Осмотреть компьютер. И открыть дверь в потайной комнату. И открыть дверь в потайную комнату. В которой мы увидим план дома. Это тоже улик. Вот, в комнате Захарии мы нашли все шесть улик. Теперь нам нужно спуститься обратно к дворецкому. Продолжение следует... Дворецкий ему говорит, что во время смерти он был в доме. А ряд членов семьи отсутствовали. И предоставляет ему полный доступ во все комнаты дома. Поэтому ищем улики дальше. Продолжаем с комнаты дворецкого. Нам сюда, конечно, доступ не предоставляли, но у нас есть отмычка. Здесь мы должны найти четыре улики. Вот одну мы нашли. Дневник полусожженный. Вторая улика. Ключ мы берем. И у нас на окне яд. Но он по составу не соответствует тому, чем отравили Захарию. Теперь нам нужно подняться в комнату Эммы. Мистер Фернсбей, очевидно, не предупреждал убийство. Но я думаю, что у вас есть достаточно доказательств, чтобы доказать мадам Карла, что он сделал. Может быть, ты должен сказать ему, что ты готова, чтобы представить свои результаты. А если, конечно, ты хочешь сделать еще больше детектировки, 47? Тут легко потеряться, но нужно смотреть план дома. Вот комната Эммы. Здесь мы находим трость. Эта трость является ключом от потайных комнат. Мы находим ключи от зеленого сада. Сканируем обувь. Там обнаруживается грязь. Не забывайте, если пользуетесь камерой, трость падает, поэтому ее нужно подбирать. И наша последняя четвертая улика, говорящая о том, что Эмма могла мстить за брата Алексы и Захари, которые убили его. Вот как раз трость нам помогает открыть потайную комнату. И здесь мы находим письмо. И у нас осталась комната Ребекки. Ключи мы взяли у дворецкого, поэтому теперь свободно открываем двери. Здесь нам нужен компьютер. В момент смерти она была занята разговором. И находим записку. То есть два, две всего улики. Мы, походу, можем открыть потайную комнату, где подглядеть за юристом Алексы, ну и за ней самой. Что может добавить галочку к одному испытанию. Но это еще не все. Нам нужно поговорить с Эммой в первую очередь. И обследовать зеленый сад. Поэтому мы направляемся в гостиную. Ждем Эмму, пока она закончит разговор. И задаем ряд вопросов. В момент смерти Захарии у нее была мигрень. Ее алиби никто не может подтвердить. Она пытается убедить в том, что Захария умерла. Он был очень депрессивен в последнее время. Теперь поговорим с Грегори. Его в момент смерти не было дома. Я отправился в Томбридж, около 20.30, для пинта с Эдвардом. Я надеюсь, что я не был в Кризнайте. На другой стороне, стоять здесь с Захарией, моя обночная сестра, и женщина спорта еще одной из ее головы, было бы лучше всего, чем тогда. Это коротко. Захария была очень жива, когда мы начали. Я остался с последним шагом, и я вернулась здесь, просто поздно ночью. Это все? Не очень осознанно. Скажи мне о Захарии. Захарии? Захарий! Такой грустный старый старый. Более веселый на боттле. Но кто бы его обманывал? Единственная компания была его ровная плантинка, и мама, которая путешествует больше, чем она здесь. Я не могу сказать, что это большее. Он лучше не может быть мертвым. Ничего еще, что вы хотите пройти от моего... Ничего еще, что вы мне хотите сказать? Ничего, правда. Я просто рада с праздником. Наша муна完美ная, конечно, была мертвая, не была ли она? И теперь нам нужно обследовать зеленый сад, куда мы и направляемся. Так как мы хотим, чтобы Эмма в конечном итоге отравила Алексу, нам нужен гаечный ключ, который мы и берем. Здесь мы открываем с помощью отмычки. И мы тут видим аппарат, с помощью которого можно было сделать яд. С помощью камеры видим справочник по растениям. И сейчас нам нужно починить аппарат, чтобы Эмма смогла приготовить яд. Тут всего две улики, и мы их нашли. Таким образом мы собрали все улики в комнатах всех подозреваемых. И теперь мы направляемся к дворецкому. Сказать, что мы готовы встретиться с Алексой. Подводим итоги. В зеленом доме у нас две улики. В кабинете дворецкого три улики. В комнате Ребекки две улики. В комнате Эммы четыре улики. В комнате Захарии шесть улик. И у нас есть семь подозреваемых. И три основных. Это сам Захария, то, что он мог совершить суицид. Эмма. И дворецкий. И сейчас нас дворецкий проводит в кабинет Алексы. А сейчас перед разговором с Алексой нам обязательно нужно сделать сохранение. Игра нам позволяет, выполнив одно испытание, снова загрузить сохранение и выполнить следующее. Сначала мы говорим о том, что Захария сам совершил суицид. Я разговор частично редуцировала. Но в завершении, Алекса спрашивает нас о награде. И мы просим файл или деньги. Я выбираю файл. И она сама его отдает. Таким образом мы выполнили испытание Matter of Guilt. Сейчас, если мы за ней пойдем, то в принципе ничего делать не нужно. Она сама сбрасывается с балкона. После этого мы снова возвращаемся к сохраненной точке. Теперь мы обвиняем Эмму. Кто и является реальной убийцей. Поэтому это задание называется Matter of Justice. И оно сейчас тоже выполнено. Я также прошу в качестве награды файл Эдварда. Его забираем. И мы можем убить Алексу самостоятельно. Или столкнуть ее с балкона. Или задушить удавкой. И это тоже засчитается. И мы снова возвращаемся к сохраненной точке. И теперь мы обвиняем Дворецкого. Это испытание у нас называется Matter of Loyalty. Алекса считает, что Грецкий это сделал, чтобы защитить их семью. Мы снова просим у нее файл Эдварда. Но сейчас нам за ней не нужно будет ходить. В этом случае она бросится с балкона. А нам лучше пойти за ней. Она сейчас пойдет спускаться в гостиную. Вот как раз мы за ней и пришли. И сейчас нам нужно сделать фотографию всего семейства. Поэтому я беру камеру. Вот Алекса позвонила в колокол. Это как раз знак того, что все должны собраться. После завершения этого собрания как раз можно выполнить задание Динь-Динь, позвонив в этот колокол. Тогда, когда они начнут только расходиться. А здесь важно сделать фотографию в подходящий момент. Если ее делать в самом начале, то почему-то она не засчитывается. Нужно дождаться момента, когда в крайнем левом углу появится картинка. Вот я на слове Secondly сделала фотографию, и вот как раз картинка появилась. в левом углу. Тогда эта фотография засчитывается в качестве выполнения испытаний. Ну вот как раз на этом этапе можно звонить в колокол, когда будет выполнено еще одно испытание. Мы пойдем за Эммой. Эмма направляется в зеленый сад. Вот как раз мы видим то, что она туда заходит. и подходит к своему аппарату и делает яд. Но мы тем временем возвращаемся обратно в гостиную. и дожидаемся ее. Как раз она пришла и добавляет яд в стакан. Теперь нужно немножко подождать, чтобы Алекса вернулась за гостиную. Вот она приходит. и выпивает яд. На этом наша миссия завершена. И нам остается только найти выход. Я возвращаюсь к зеленому саду, к зеленому дому, где находится ключ от лодки. Но мы его могли взять сразу, когда обследовали это место. Таким образом, за эту миссию мы выполнили как минимум десять испытаний. А можно было еще больше. Единственное, по времени это достаточно длительно. А теперь мы завершаем эту миссию, уплывая на лодке. Академия Академия Академия